Россия, 1812 год Наполеон вторгается к своему бывшему союзнику с самой большой армией, которую когда-либо видела Европа. Но для французского императора решающий удар остается удручающе недосягаемым. Русское сопротивление не похоже ни на что, с чем он когда-нибудь сталкивался. И с приближением зимы его армия начинает самое бесславное отступление в истории. 15 сентября 1812 года Прошло 83 дня с момента вторжения в Россию. Через неделю после первой победы под Бородино, Наполеон входит в Москву. Он ожидал депутацию бояр, которые встретят его с почтением и уважением и официально предложат сдачу города. Вместо этого он обнаружил, что 90% жителей Москвы бежали. Прошлой ночью начался пожар. В нем обвинили пьяных солдат. Но в течение следующих 48 часов пожары продолжали вспыхивать по всей Москве, пока большая часть города не была охвачена пламенем. Граф Федор Ростопчин, губернатор города, считал, что лучше уничтожить Москву, чем позволить ей попасть в руки врага. И вот теперь русские преступники, освобожденные из тюрьмы и действующие по приказу полиции, умышленно распространяли пожар. Французские солдаты вылавливали и расстреливали всех, кого им удавалось поймать. Но это адское пламя невозможно было сдержать. За четыре дня было уничтожено почти две трети Москвы. Когда пожар, наконец, был взят под контроль, солдаты Наполеона занялись разграблением того, что осталось от разрушенного города. Находясь в своих новых апартаментах в Кремле, Наполеон послал письмо императору Александру в Санкт-Петербург, предлагая ему заключить мир и прекратить войну. Но ответа он так и не получил. Наполеон был твердо уверен, что Александр в конце концов вступит в переговоры. Но с каждым днем его уверенность ослабевала. Набеги казаков нарушали его жизненно важные связи с Парижем, а также поступление припасов. В то время как французские силы постоянно истощались, русские подкрепления все росли. Наполеон впервые за компанию оказался в меньшинстве. До него доходили также слухи, что его союзники, Пруссия и Австрия, ведут тайные переговоры с врагами. Наполеон предлагал армии зимовать в Москве, но теперь это выглядело слишком опасно. Он неохотно согласился с тем, что армии необходимо вернуться в Смоленск, чтобы найти безопасные зимние квартиры. Наполеон знал, какими суровыми могут быть русские зимы, но продолжал откладывать свой отъезд, ободренный хорошей октябрьской погодой, и надеясь, что в последнюю минуту от Александра может прийти послание с предложением мира. Оно так и не пришло. 13 октября выпал первый легкий снег. Через пять дней Кутузов неожиданно атаковал авангард Мюрата в Виньково и разгромил его. Потрясенный Наполеон отдал приказ войскам на следующий же день покинуть Москву. Сто тысяч человек, все, что осталось от Великой Армии, вышли из Москвы колонной, длиной в 16 километров, взяв с собой приблизительно 40 тысяч телег и повозов. Были здесь и женщины с детьми, армейские жены и вивандьеры, женщины, готовившие еду для солдат, а также некоторые гражданские. Каждая повозка и вьюг были набиты как можно большим количеством еды и трофеев. Отправляясь в путь, сержант Бургундской имперской гвардии произвел инвентаризацию своего рюкзака. В нем содержалось несколько фунтов сахара, немного риса, немного сухарей, полбутылки ликера, женское платье из китайского шелка, расшитое золотом и серебром, несколько золотых и серебряных украшений, среди которых был кусочек креста Ивана Великого. Кроме того, у меня был мой мундир, большой женский плащ для верховой езды, два серебряных барельефа 30 сантиметров длиной и 20 шириной, все самые искусные работы, а также несколько медальонов и плевательница русского князя, украшенная драгоценными камнями. Поверх рубашки я надел желтый шелковый жилет, сшитый из женской юбки, поверх него большой плащ, подбитый горностаем, а сбоку на серебряном шнурке висел большой кошель. Здесь было полно разных вещей, среди них распятие из золота и серебра и маленькая китайская фарфоровая ваза. Кроме того, в ящике лежало мое огнестрельное оружие, пороховница и 60 патронов. Эта сильно перегруженная армия еще не осознавала, что время играет не в ее пользу. Русские начали наступление на фланге наполеоновского выступа глубиной в 885 километров. В тот же день армия Виткенштейна оттеснила превосходящие силы маршала Сенсира под Полоцком и оттянула 9-й корпус Виктора на запад для необходимой поддержки. На юге наступление адмирала Чичагова заставило австрийский корпус Шварценберга отступить, чтобы прикрыть Варшаву. Коридор захлопывался. Затем ухудшилась и погода. Хотя Наполеон был уверен, что его армия доберется для зимовья в Смоленск за 20 дней, задолго до того, как наступят более экстремальные температуры. Наполеон планировал отступить через незатронутую Калугу, где армия могла бы добыть продовольствие. Но Кутузов послал 6-й корпус генерала Дахтурова для блокировки дороги на Малоярославец. В ожесточенных боях итальянские войска 4-го корпуса Эжена вытеснили русских из города. Эта тяжелая победа удоражила воспоминания о сражении под Бородино. Кутузов же успел встать между Наполеоном и Калугой. Наполеон предпринял необычный шаг, посовещавшись со своими маршалами. После обсуждения различных вариантов он решил, что вместо еще одного крупного сражения лучше будет отступить тем же путем, каким они пришли, по Смоленской дороге. Наполеон надеялся избежать этого маршрута, так как это означало марш обратно через места уже разграбленные и лишенные припасов. На следующий день после сражения под Малоярославцем Наполеон был почти схвачен группой казаков. В последний момент его спас генерал Рап, стоявший во главе эскорта. После такого опасного момента у него всегда был пузырек с ядом, который он носил на шее на случай собственного пленения. Армия Наполеона двинулась своим новым курсом на достаточно скрытом расстоянии от армии Кутузова на юге. Они прошли Бородинское поле битвы. Жуткое, пугающее зрелище, где вороны клевали полуразложившиеся трупы. Неумолимый марш быстро начал утомлять людей и лошадей. Через несколько дней температура упала ниже ноля. Голодные и перегруженные лошади умирали одна за другой в огромных количествах. Дисциплина начала пошатываться. Так некоторые кучера просто бросали больных и раненых на обочину, чтобы спастись самим. По мере того, как французская колонна становилась все более растянутой, генерал Милорадович, командовавший авангардом Кутузова, напал на Арьегард Даву под Вязьмой. На несколько часов первый корпус Даву был отрезан, пока Эжен и Ней не пришли ему на помощь. Битва ознаменовалась уличными боями в Вязьме, в которых французы спешно эвакуировали свои припасы из города. Для солдат Великой Армии, столь непривыкших к отступлениям и поражениям, Вязьма была тревожным, деморализующим ударом. 4 ноября начался сильный снегопад. На следующую ночь температура упала до минус 20 градусов по Цельсию. Мало у кого из мужчин или женщин имелась подходящая зимняя одежда или возможность укрыться. Многие замерзли насмерть за одну ночь. На следующее утро повозки и пушки были брошены. Многие солдаты теперь пытались спастись, не обращая внимания на офицеров, воруя лошадей и продовольствия и покидая колонну в поисках еды и припасов в окрестностях. Многие из них были пойманы казаками и убиты. Других просто грабили и оставляли замерзать. В некоторых случаях их передавали крестьянам, жаждущим возмездия над чужеземными захватчиками за грабежи, разбой и насилие. Пока армия пробивалась сквозь метели к Смоленску, Наполеон приказал четвертому корпусу Эжена добраться до Витебска, где находились крупные французские склады снабжения. Но Витебск был уже взят русскими. Четвертый корпус был настолько слаб, что не смог пробиться к городу. Тогда он присоединился к основным силам, не имея артиллерии и большей части своих припасов. Полковник, видевший четвертый корпус в таком состоянии, описывал это так. Без обуви, почти без одежды, измученных и голодных, сидящих на своих рюкзаках, спящих на коленях и выходящих из этого оцепенения только для того, чтобы поджарить кусочки конины или растопить кусочки льда. Всего через три недели после отступления из Москвы треть армии была убита или взята в плен. Примерно половина из оставшихся объединялись в собственные группы. Солдаты без подразделений готовы сражаться только для того, чтобы выжить. 9 ноября Наполеон достиг Смоленска. Первые войска, вошедшие в город, разграбили склады снабжения, не оставив ничего для тех, кто следовал за ними, включая Арьегард Нея, который прибыл шесть дней спустя. Наполеон надеялся сделать Смоленск своей зимней базой, но состояние армии и недостаток снабжения означали только одно – отступление должно продолжаться. Но пять дней, которые он провел там, дали Кутузову время обойти Наполеона и подготовить засаду. Когда французы возобновили отступление, он ударил в 50 километрах к западу от Смоленска под Красным. В течение трех дней отчаянных боев по колено в снегу Наполеон использовал свою императорскую гвардию, чтобы удержать дорогу открытой, в то время как корпусы Эжена и Даву пробивались через засаду с тяжелыми потерями. Двум полкам молодой гвардии было приказано совершить самоубийственную контратаку, чтобы сдержать наступление русских. Они были практически полностью уничтожены. Кутузов удерживал часть своих войск в запасе, за что позже был обвинен в нежелании разбить армию Наполеона, когда была такая возможность. Вероятно, его беспокоило количество необученных новобранцев в его собственной армии, также ужасно страдающие в условиях холода. не все французские корпуса пробились под красным. Маршал Ней и его 6000-й Орьегард прибыли только 18 ноября и обнаружили, что дорогу заблокировала 60-тысячная русская армия, забрав этим всякую надежду на помощь первого корпуса Даву. Люди Ней бросились на русские позиции с отчаянной храбростью, но были отброшены. Отклонив несколько предложений о капитуляции, Ней с оставшимися в живых совершил ночной переход через Днепр, а затем 72 километра по открытой местности, находясь под постоянным обстрелом со стороны казаков Платова и все чтобы достичь Орши. К тому времени как Ней достиг основной армии, от его арьегарда осталось всего 800 человек, ведущих за собой колонну из нескольких тысяч отставших солдат. Армия расценила его спасение как чудо, и когда Наполеон услышал об этом, он немедленно окрестил маршала Нея «храбрейшим из храбрых». Наполеон избежал одной ловушки, но теперь три русские армии приближались с разных сторон и превосходили его числом почти три к одному. С востока главная армия Кутузова, насчитывающая 65 тысяч человек, с севера Витгенштейн с 30 тысячами солдат уверенно оттеснял 9-й корпус маршала Виктора, а с юга молдавская армия адмирала Чичагова, насчитывавшая 34 тысячи человек, отделившаяся от армии генерала Остен-Сакина численностью 30 тысяч солдат, целью которой было помешать австрийцам Шварценберга и саксонскому корпусу Ринье выступить на помощь Наполеону. Наполеон отправлялся в Минск, главную французскую базу снабжения с огромными запасами продовольствия, одежды, обуви и боеприпасов, в которых так отчаянно нуждалась его армия. Но 21 ноября пришло ужасное известие. Минск пал перед Чичаговым. Затем он двинулся на Борисов, изгнал оттуда польский гарнизон и захватил мост через реку Березину. Обычно в это время Березина должна была уже замерзнуть, так что Наполеон смог бы переправиться где угодно, но внезапное потепление превратило реку в поток леденящей воды. По крайней мере к Наполеону присоединились упорно сражавшийся маршал Удина и его второй корпус, который пострадал не так сильно, как главная колонна при отступлении из Полоцка. Удина предпринял немедленную контратаку на Борисов и отбил город, но не смог помешать русским сжечь мост. Поскольку на многие километры вокруг не было другого моста, казалось, что истощенная армия Наполеона окончательно обречена. Но появилась еще одна надежда. Польская кавалерия обнаружила брод через реку у деревни Студенка. Наполеон отдал целый шквал приказов. Второй корпус должен был имитировать подготовку к переправе через реку южнее Борисова, а девятый корпус Виктора, прибывший с севера, должен был сформировать арьегард восточнее Студенки, чтобы сдержать русских. В то время, как инженеры будут работать как можно быстрее, чтобы построить понтонные мосты через реку и дать армии Наполеона шанс на спасение. Во второй половине дня 25 ноября голландские инженеры генерала Эбле приступили к строительству двух 90-метровых понтонных мостов через реку Березина. Они работали день и ночь, иногда по грудь в ледяной воде и закончили оба моста менее чем за 24 часа. Немногие из инженеров смогли пережить это испытание. Чичагов был полностью одурачен отвлекающим маневром к югу от Борисова и двинул свои войска на юг, чтобы противостоять переправе, тем самым позволив армии Наполеона начать пересечение реки по своим шатким мостам практически без сопротивления. Второй корпус Удина двинулся вперед, чтобы закрепиться на плацдарме, а на следующий день за ним последовали остатки главной армии. Приоритет отдавался гвардии, еще способной сражаться, пока на другом берегу оставалась огромная толпа отставших солдат. К тому времени, как Чичагов понял свою ошибку и двинулся на север, Наполеон уже занял позиции для защиты переправы. на восточном берегу 12-я дивизия генерала Портанье, 4000 относительно свежих солдат из 9-го корпуса Виктора образовали Арьегард. По мере приближения с востока казаков Платова, авангарда главной армии Кутузова, Портанье пытался соединиться с 9-м корпусом. Но попав в вихревую метель с видимостью до 50-ти метров, он двинулся прямо на армию Витгенштейна. Вся его дивизия была убита или взята в плен. На следующее утро Чичагов и Витгенштейн начали скоординированные атаки по обе стороны реки. На западном берегу шло отчаянное сражение, где маршал Удина вновь был тяжело ранен. Но его швейцарская пехота сдерживала натиск, пока Кирасир и генерала Думерко последняя тяжелая кавалерия армии не атаковали и не разбили русских. Ценой больших потерь польские и немецкие части Арьегарда Виктора удерживали русских до наступления темноты. Затем они отступили через мосты в течение двух ночей офицеры пытались заставить огромный лагерь отставших солдат пересечь мосты пока те были свободны но с температурой достигающей минус 30 градусов по Цельсию они предпочитали оставаться на месте собравшись вокруг своих костров на рассвете 29 с уходом основных сил и приближением русских тысячи отставших в панике устремились к мостам десятки были раздавлены в давке другие падали или их сталкивали в воду или же пытались плыть что означало верную смерть когда французские саперы в 9 утра сожгли мосты тысячи людей были отрезаны и брошены на произвол наступающих казаков некоторые стали пленниками других просто избавили от страданий великая армия начавшая свое отступление 43 дня назад прошла почти 800 километров под постоянными атаками голодная и истощенная а в течение последних 23 дней еще и в смертельных минусовых температурах безнадлежащей одежды или укрытия за это время количество боеспособных солдат великой армии сократилось примерно со 124 тысяч человек до 20 тысяч и столько же отставших все еще следовало за армией по отступление продолжалось до Вильна погода становилась все хуже температура упала до минус 37 градусов по Цельсию по крайней мере русские войска оставили их в покое отдав захватчиков на растерзание казакам русским крестьянам наполеон наполеон покинул армию отправившись инкогнито через всю европу с головокружительной скоростью и достиг Парижа всего за 13 дней естественно английские сатирики извлекли выгоду из того что наполеон казалось бы покинул свою побежденную армию и многие солдаты рассматривали это как акт предательства но генералы поддержали его решение уехать в Париже уже была предпринята одна попытка переворота против наполеона и предстояло еще многое сделать чтобы восстановить армию и успокоить союзников Франции 9 декабря через 51 день после начала отступления около 20 тысяч оборванных солдат Великой Армии начали переправляться через реку Неман на дружественную польскую территорию Согласно легенде маршал Ней был последним кто пересек реку Вторжение Наполеона в Россию оказалось одной из величайших военных катастроф в истории он допустил роковые просчеты в географии логистике и прежде всего в политическом и стратегическом ответах России на его вторжение Эти промахи стоили его империи около полумиллиона человек а также четверти миллиона лошадей и тысячи пушек иными словами из каждых 12 человек вошедших в Россию с великой армией один был убит в бою или умер от ран двое были взяты в плен один из них умер в плену семеро умерли от болезней или от воздействия климата и только двое вернулись живыми Вопреки мифу в летнем наступлении погибло гораздо больше солдат от жары тифа и дизентерии чем в зимнем отступлении потери среди русских оценивались в 150 тысяч человек и огромное неизвестное число жертв среди гражданского населения русская компания была катастрофой для наполеона не только из-за потери войск и ресурсов но и в нанесении ущерба престижу и репутации в ту зиму все его враги почувствовали слабость и впервые приготовились объединиться против него но император не собирался сдаваться без боя вернувшись в Париж он признался своим министром фортуна подписывайтесь там мы будем выкладывать интересные материалы по истории а также сообщать о выходе новых роликов а если вам понравилось это видео пожалуйста подпишитесь на наш канал поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями в описании под видео